Сделано в ветке 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 То тогда были еще больше Огромные были снежные горы Но это все знают, все помнят Вот можно посмотреть, что было в 64-м году Вот, пожалуйста, заходите Зимы были морозными Снег был, белый яр И машин было мало Поэтому во дворах резвилась детвора Вот у нас была гор Вот знаете, столько детей Вот было во дворе Ну, скажем, угол Матлина Терпский проспект Вот эти хрущев и напротив сельхозакадемии Нынешний, на гор Невозможно было зимой просто попасть Там всегда очередь стояла с сантами Или с фанерками А гор и были деревянные То есть где-то перед Новым годом Уже вот в ту пору завозили Видимо Строиматериалы Завозили стройматериалы, доски И просто складывали во дворе И поэтому выходили энтузиасты, мужички Из местных домов, из подъезда Отцы детей, да? Отцы, и они строили, они с молотками, с гвоздями Они строили эту гор, заливали ее Потом, конечно, упали там Портвейны обычно, отогревались Но, тем не менее, вот эти гор И они практически и в каждом дворе были И сейчас, ну, это были большие гор И там уже, конечно, надо было и подняться Полесен и все А нынешние гор, ну, даже я бы был Если бы, там, пятилетним ребенком Меня бы они уже не впечатлили Не привестили Не впечатлили Там масштабы не те Масштабы Да и детей Дворы стали парковками Эти чисто номинальные детские городки Чтобы та самая малышня Поползла Ну, вообще, вот, конечно Я подумал, вот перенесемся В 64-й год Да, давайте сейчас У нас сегодня, да, 64-й То зима бы порадовала вот этим чистым снегом Зимы были морозными Вот улицы еще солью практически и не посыпались То есть А песком? Кругом были белые сугробы Кругом были дымы И песка тоже не было Песка тоже не было Ну, машин было мало И как-то Нецелесообразно было, да, в общем-то Да, вот если посыпались Вот центральные А так вот практически и не укатывали в лед снег тогда И белые Даже на фотографиях белые дороги Вот Дымы печные Запах вот этих печных дымов Кругом стоит отойти от центра Деревянные дома Отопились печь И было-то уютнее Но, с другой стороны Если бы вы были жителем 64-го года Ну, бросилось бы в глаза Что, конечно, масса Кругом даже в центре Подвалы, в полуподвалах Люди жили вот ниже уровня Земли Вот стоило свернуть Вот, где нынешний сейчас Открывшийся после ремонта Художественный музей Вот идти вот по этой улице Перекресток Карла Маркса И там сразу были И особенно на правой стороне Глубочайшие И были Подземелья И там Ниже вот трутаров Жили люди Вот Ну, тем не менее И, конечно Вот давайте представим Утром Одеваться На работу Вот прозвучало радио Радиоточка была проводная В 6 утра Она начинала Орать Выполнять С гимна СССР Все просыпались И начали В чем ходили в 64-м году В Ирове Перед Новым годом Надо было Конечно Проснуться Зубным порошком Пасты еще не было Был зубной порошок Или в жестяных Или в картонных коробочках Который, видимо Наверное Портил зубы Абразивным действием Надо было Этим зубным порошком Почистить зубы И одеваться Но не скажите И сейчас можно Найти зубной порошок В продаже Порошок Ну, это другое Тогда Это просто толченый мел И вот Надо было Одеваться На вас бы Скорее всего Были бы И семейные Сатиновые Черные трусы Реже синие Ну, на нас Если мы мужчины Да, если мужчины А про женщины Это отдельный разговор А скорее всего Альсоны Сейчас уже Забытое явление Ну, разве что Там для армии Вот, а там А тогда поголовно Все носили Голубые Розовые Зеленые Светло-зеленые Альсоны Надо было Одеть Ну, брюки Джинсы Еще, конечно Да и названия Джинсы не было Были Техасы Это холщовые штаны С двойными швами Назывались А-ля джинсы Назывались Техасы Ну, синий в ответ И первое Чтобы вас стало Напрягать Это то, что У вас штаны Были не на молнии А то, что надо было Их застегивать На пуговицы Вот, в 64-м Еще до такого Прогресса Не доходили Вот, надо было Одевать Какую-то рубашку Пиджак Вот, в ту пору Уже, конечно Стала просачиваться Синтетик Это была Очень Противная Ранняя синтетика Которая Плечами Плечами Подложенными Не было Даша Вот, и туалетная бумага Еще через четыре года Появится в СССР Ближе к концу Восьмом году Поэтому у вас там В Хрущев В ваших удобствах Конечно Была нарезанная Квадрате Эми газета Правда Ну, женщины Ну, тоже были Приятные мгновения То есть, надо было Либо поезд Ой, одевать И резинками Пристегивать чул И вот Что, в принципе Даже звучало Либо просто Подвяз Ой, это резинка Была Которая Поверчу А по ноге Одевалась В принципе Это даже Эротично Смотрелось Но Если, например Слишком сильные Обтягивающие Платья То вот эти резин И они сзади И спереди Проступали Они очень рельефно Проступали Так, я напоминаю Да, что 64-й год Да, мы поэтапно С Евгением Альбертовичем Движемся И те года О которых мы раньше говорили То есть, начиная Сразу после войны Да, то есть 56-й Ой, простите 46-й 7-й, 8-й И так далее Это все в нашем архиве Можно найти на сайте EHAKirova.ru Аудио Видеозаписи Пожалуйста Ну, а сегодня 1964-й Ну, я про женщин Еще что Чтобы не только У меня сэн был На нижнем белье Были роткие Довольно роткие Зимние Про более приличные Смеховым Воротником Он, в отличие от мужских Были песцовые воротни А вот шап И меховые В 64-м Еще практически Не вошли в обиход Носили Либо козьи Или пуховые Платочки Это вот шали Либо Вязаные Беретки Вот А у мужичков Еще был В 64-м Не выветрился Писк Хрущевской эпохи Этот Раулевая Либо овчинная Зимняя Шап Пирожок Одевалась Типа большой меховой пилот Представляете Что-то такое А детей тоже Так она Уши-то согревала Она хотя бы Да Она тягивалась на уши Можно было Натянуть Наверное Ходили на трибунах По-моему Никто у нас Из родства Не отморозил 7-го наибра Уши А детей возили На санках Сейчас вот я Не встречаю Зимой По-моему Все равно На санках Уже Немного Но Не так наверное Распространено Как в советское время Но есть Заматывали В детский сад Вот на сан Заматывали По самые глаза Один шарф Сверху Двое Когда холодно Под мыши завязывали И кукла Этот ребенок Сидел там В санках Везут его Он там еще досыпает По дороге Его везут Все равно Ну это ладно Это все можно было Пережить И одежду Рацион бы понравился Конечно Натуральные продукты Но Если бы что-то нашли Конечно В 64-м Уже большие проблемы Да Дефицит В самом разгаре Нет с эпохи Хрущева И все Ну Наверное Много тут было факторов Вот эта ужасная Медицина 64-го года В школах еще были Знаете Эти бормашины И педальные Они едва Вертелись Там 33 оборота В минуту Это бормашина И вот сидела Врач Стоматолог Она ногой На швейные машины Топала эту педаль И вот у нее Едва Едва С таким ужасным С ржащущим звуком Это бормашина Педальная Это вот В 64-м году И были Лечили И пломбу Вам Какую-нибудь Оловянную Амальгаму Или свинцовую И Ну Много И Информационный Голод Для нынешнего человека Конечно Величайшая проблема Была бы Вот откуда Вот откуда Боязнь Стоматологов Да Это видимо В кровь Воспоминания Вот как Попали Советские стоматологи Ну давайте Привяжемся Что же у нас Вообще В 64-м году Ой год Такой был Событий Роме Ирова Наверное Всюду Все это Крутилось Свертелось Бесилось Менялось А у нас Все вот ощущения Было Что В городе Уши прижали Сидели Ждали А что ж дальше Будет Чего ж от этой жизни Ждать Евгений Сейчас по-моему Такая же ситуация Извините Я говорю Тоже многие Сейчас сидят Ждут Думают Боятся Что же дальше Это будет 55 лет прошло Может быть Но нынешний год Больше сравнивают С 90-м С 90-м Говорят Что вот 19-м Или 89-м Хорошо На 64-м Завершилось Стретительство Волго-Балтийского Судоходного Анала Вот А то сейчас Этот Волго-Балтийский Анал вспоминает Волго-Балтийский Ну вот Советские ученые Большой поход По ледяному Уполу Антарктиды Ну а тут Американец Ой ты вот На днях Буквально Пешком Эту перебежал Антарктиду Так что Вот и поодиночке Это уже не факт Что рекорд Конечно Без войн Тоже не обходилось Вот началась Америка Вьетнамская Война Началась она Вот я посмотрел Конечно С Небольшого Конфли Это Похожего На Конфли Вот недавний В Азовском море Тоже там Не поладили Видимо что-то Американцы Эсминец И Вьетнам Этерпедная Тера Вот И от этого Конфли Это видимо Началась Эспансия Вот Война Чему хорошему Не привела Только Убитыми Американцы Потеряли 58 тысяч Человек А все это Было 64 Года Вот Ну В Англии Состоялась Премьера Третьего фильма Об агенте 07 Джеймс Бонд Вот Кто у нас знал В ту пору Что Какой-то агент Этот У нас наверное Этот шпион Пришедший Или из России С любовью Не помню что Тоже не припомню Да Так Еще чем отметился В международном плане Ну В 67-ю годовщину Запуска первого Искусственного спутни Земли В Москве Недалеко от главного Хода В ДНХ Был открыт Знаменитый монумент Поверителям Осмоса Вот сейчас Он до сих пор Который Да Находится там До сих пор Скоро говорят Что у этого Монумента Вот раньше У нас пограничники У фонтана Будут собираться В день Осмонавти И поддаты Осмонавти В Сафандрахи И общаться Между собой Но это Каждый год Обещают Но почему-то Ни разу Не состоялось Ну события года Конечно нельзя Не сказать Что В то и открылись Знаменитые Олимпийские Летние игры Где Почему знаменитые Советские спортсмены Завоевали 96 медалей 30 золотых 31 серебро И 35 Бронзовых Медалей В общем Триумфальные Выступления Советской Олимпийской Сборной СССР Еще на уровне Гремел На заводе Который Назывался МЗМА Позднее АЗЛА Было начато Производство Автомобиля Москвич 408 Вот 408 Они еще ездят Ну это уже Такой современный Москвич Помните В этом В Ино Бриллиантовая рука Позднее Было сказано И на Этот клад Я Упил себе Новый автомобиль Москвич 408 Вот этот вот Автомобиль Но неспроста Наверняка Эта фраза Появилась В фильме Да Ну не могу Я обойтись Без близ Эмни Темы И впервые В 64 году Появились Хиппи В Сан-Франциск Вот Это слово Придумал Ну тоже придумает Кроме журналист Не и Майфеллон Вот наверное Сидел вот так же На радиостанции И придумал слово Оговорился может быть Может хотел сказать Хэппи Не-не-не Это Специальный был Термин Который В словаре Афрамерянского сленга Переводился Хипп Утонченный Независимый Мудрый Модный Храбрый Человек Который Всегда На чу В начале Это слово Обозначало Последователей Битниев Которые Уже В 64 Году Стали выходить С теляги У нас В тираж И поэтому Хиппи Но в 64 А то знал Ругом в мире Уже Были Другие Веяния А сейчас Мы еще Посмотрим Что у нас Пели И подо что Плясали В 64 У нас все Было Более Камерно В мире Что там Конечно Кроме битломании Что слушали В 64 Году Звучал Гипер Мега Популярным Вот даже Не угадаете Что там Было Так Дуэт Сестер Близняша Хидео Ицу Ио Ито Который Назывался Дзапинс Которые пели Знаменитый Шлягер Каникулы Любви У нас Позже Этот Шлягер Кто-то Перепел Под названием Море Синего Море У моря У синего Моря Вот это Это был Этот знаменитый Японский Шлягер Вторым Шлягером Мировым Года Была Итальянская Песня В исполнении Литл Тони Когда увидишь Мою девушку А у нас Не поверите Во что Она Трансформировалась Так Русскоязычный Вариант Что за вариант Е-е-е Хали-гали Любопытно Третий Хит Был Серпс Джорджа Марьенович Из Инофильма Любовь и Мода Маленькая Девочка У нас Ну Песня Получила Перепевку Тогда Конечно Никто там Не считался Ночной Белград Вот я не помню Что такое Ночной Белград Ну а в Кире Вот что у нас Звучало Из этих же Радиоточек Которые Гимном С утра Будили И Не знаю Почему Вставали То ли Действительно Звук Мешал Спать На полную Отушку Гимн То ли Просто Под звук Гимна Надо было Принимать Вертикальное Положение Будет готов Всегда готов Дальше было нельзя Ну вот что После гимна Что у нас Звучало По радио Вот я даже Посмотрел Хит Парады Ну да Хит-парадов Слова не было Вот По опросу Газеты Советская культура В 64-м году Первое место У нас Я шагаю По Москве Да Так Юный Юный Михаилов Кто бы знал Что такой Бесогон Из него Вырастет Второе место Хорошая песня Была На безымянной Высоте В основе Матусовска Вот Военная тематика Да Важна Ну Конечно Конец Волюнтаризма 64-й год Последний год Хрущева Да Убрали Хрущева Но об этом Уж все писано Переписано Все буквально детально По часам По минутам А то за А то против Вот И пришел Там Мы Пели На мотив Опера была Но она Правда 70-го года Джизус Райс Суперстар И тогда Любили петь Наш Ильич Наш Ильич Наш Дорогой Леонид Ильич Но кстати Добрейшей души Был человек Вот недавно У него был день рождения И я смотрел Фотографии Старую подборку То есть 64-го года Ой-то он Добрый Ой-то он Харизматичный Улыбчивый Открытый Вот сейчас смотришь Притягивает к тебе внимание Да-да-да Были люди в наше время Не то что И так далее Но Оттепелью Оттепелью Но Вот Хрущевский Амаразм Конечно Они были Не только в том Что Угрузу у нас В Афанасьевском Районе Сеяли И когда выезжал Респондент Ирс и Правда И надо было ему Это угрузное поле Сфотографировать В северных районах Он просто Ложился на землю И снизу вверх Вот на фоне Чтобы она выше казалась Да, получалась А другие Хрущевские Маразмы Это, конечно Ленинград И суд приговорил Поэта Иосифа Бросского На пять лет Трудовых лагерей Затунеядства Вот Такие были дела Ну, в этом же году побывала легендарная Марлен Дитрих с гастролями у нас в СССР. Вот об этом как раз вспоминал Садальс и во вчерашнем своем блоге. Это приезжало. И из таких приятных вещей, что 1 сентября 1964 года в эфире телевидение впервые прозвучало «Главное советское колыбельное. Спят усталые игрушки». Песню исполнил Олег Анофриев, то есть это утрата нынешнего года. Одна из них, вот, «Оспят усталые игрушки». И настолько же вот где-то были. Подождите, этого года? У нас были... Олег Анофриев ушел из жизни в этом году. Вот недавно была передача, тут все ушедшие люди. Очень много людей достойных в этом году, конечно, было. Ну, 64-й фотографии. Луны сблиз, а в расстоянии тогда все-таки и наши взлетали, не падали, не взрывались. Вот Луну фотографировали. И не могу я, конечно, не сказать, что в 64-м году во всем мире началась битломания. Вот в этом году битлы снялись в фильме Ричарда Лестера «Ночь трудного дня» «Hardest Night». Для наших же, вот, впоследствии битломанов, это сейчас у нас тусов, это те, около 70-ти. Вот именно хиты из «Ночи после трудного дня» стали вообще... Описали форму, образующую пластин. С нее начались очень многие биографии, без которых Российский эр, музыка второй половины 20-го века была просто бы немыслима. А, кстати, у нас-то в Киров как битлы проникали? Записи? У нас очень много... Во-первых, слушали голоса через шум глушилок. Прорывались сквозь эти глушилки. И политика мало волновала, но, тем не менее, слушали музыкальные передачи и тогда уже... Слушали, записывали, пытались... Во-вторых, там, ну, в 64-м году, не знаю, но были эти ругательные статьи в советской прессе, где вот говорили, что это волосатые бегают, прыгают, скачут, это скоро все пройдет. Это там залы рут, визжат, это все... Это интересы буржуазного образа эпиталистической жизни, это все пройдет. Это вызывало интерес. Во-вторых, у нас в 64-м году уже много было магнитофонов. Уже выпускались доступные ламповые магнитофоны «Чай», «Метта», «Яуза». Пятое... Дорого стоили, конечно, больше ежемесячной зарплаты, но уже входили в обиход. Было иметь очень престижный магнитофон. Вот, и студенты учились в московских вузах. Они привозили, да, пластин и привозили, или перезаписывали там в московских общагах пластин. И потом это была третья-пятая запись уже. Вот, поэтому слушали. Привозили, приезжали точно так же на каникулы к родителям. Да, в 64-м году уже на ребрах. Это уже было технически отсталое производство пластина на ребрах. Ну, для нас главное событие, что вот все-таки после перемены Хрущева на Брежнево стало меняться и наше родство в области. Поэтому Николай Паузин стал председателем Ировского области полкома в 64-м году. Вот, эта эпоха была практически паузена на протяжении всего Брежневского правления. Вот, тандем такой. То есть, 70-е тоже. Да, 70-е до начала 80-х. Тандем такой, Беспалов-Паузин. Они правили областью. Хорошо ли, плохо? Ну, во всем были плюсы, во всем были минусы. В целом-то народная-то молва о чем говорила? Об эпохе этих людей. Понимаете, вот время было такое ровное. Вот, вначале все было, всем все нравилось. Потому что Хрущев, конечно, всех уже под занавес правления всех достал. Подоел, да? Сель с ими обкомами, этими совнархозами, этой кукурузой, этим своим хамством во всем мире. И поэтому пришел такой ровный, спокойный человек. Вот, ждали их-то перемен. Ну, поначалу, ну, Брежнев, вот, и все-то, и не было больше перепадов-то их, я думаю, что и улучшение было снабжения. А ведь были в 64-м перебои с хлебом. Ведь в районах, вот, особенно, там... Невозможно было хлеб купить. Хлеб купить вообще, вот, не было. Если Иров еще более-менее, да и то там. Ну, вот, опять же, и промышленные товары тоже не купить. Очень было, опять же, воздействие Итая сказывалось. Кроме елочных и грушек, вот, были-то и очень яркие плащи, или шубы Итая. Здесь, вот, они продавались и в Ирове, то есть, это была синяя речневая плащовка, а внутри мяг можно было отстегнуть подклад, уносить плащ. Такой эпюшон был, который на молнии расстегивался. Вот, у меня, помню, родители, вот, именно Итайские, они долго жили. Действительно, Итайские товары, вот, времен Брежнева и Маадзе Дуна. То есть, тогда китайский продукт не ассоциировался с чем-то плохим, негативным, да, однодневным? Тогда с Итаем еще дружили, это позднее уже начались проблемы, и позднее тот знаменитый, они тот придумали в СССР, да, это, да, недооценили мы с тобой, Маадзе Дунас, зал Брежнев, Ниссону и Патилтачку в противоположный, а не с лагеря. Так, у нас подошло время небольшой рекламы. Евгений Питунин, руководитель музея Вятского госуниверситета. Сегодня очередная наша программа. Прибежимся, что же в городе у нас. Да, Киров в 1964 году. Через полторы минуты мы вернемся. Евгений Питунин, руководитель музея Вятского госуниверситета, историк-краевед. Итак, мы сейчас перейдем к событиям 1964 года, которые связаны именно с нашим городом, да. Атмосферу такую дали, в общем, мировую, по Советскому Союзу в том числе. Ну, да, в общем, вот в 1964 году светлое будущее у нас в Ирове начали строить с другим руководством. То есть пришел у нас новый председатель облсполкома. Я напомню, что это было второе лицо в области, первый считался этой, первый считался Эритарем ОМА, ЭПСС. У нас в Брежневе и времена было без палов, вот начали что-то там все менять. И менять даже, можно сказать, что к лучшему. Вот в 1964 году население области составляло 1 миллион 815 тысяч человек. Сейчас, конечно, вот по моим данным миллион 292. Да, полмиллиона меньше, да, больше даже. В основном, конечно, но были и хорошие моменты, но вот и в том же 1964 продолжалось селение, деревень, крупнение поселков, то есть людей насильно свозили из их-то уже привычных мест, хотя под предлогом того, что там нет инфраструктуры, ну не хотели строить. И не на что было. То есть процесс укропнения дороги, и поэтому насильно селяли, селяли. Вначале убирали там автобусное сообщение, потом ликвидировали почту, потом... Да, потом продукты не возят туда и так далее. Да, автобусы, потом вообще отрубали селение. Да, волей-неволей приходилось селение. И они вот жили при иерусиновых лампах, не хотели. Вот это тоже вот явление 1964 года. Было, тем не менее, в этом году 333 алхоза и 112 совхозов. Но вот я скажу, что изобилия не было в этом 1964 году. Продуктового в смысле? Нет, вот те же были итовые консервы, грузов початок. Вот потому что все еще были последствия этой великой авантюры, про которую мы уже о туре годы рассказываем. Вот эти безумные заготовки мяса догнать и перегнать Мерию. Ну, решалась квартирная проблема, конечно. 1964 годы, это уже построены первые панельные дома. В том году начинали строить. В 63-м, да. И на улице Чапаева вот этот район назывался Вяз и Черемуш. Сейчас это название забыли. Это где точно географически Чапаева? Перекресток с чем? От Чапаева, от Воровского. От Воровского. А, от Воровского и на юг. Да, и по Горькову, и Чапаеву. В сторону Некрасова. Там такой мастив вот этих. Некрасова позднее начали строить. Вот первые дома. Но трудно сказать, что уж так вот хорошо и эпитально решали жилищную проблему. Все равно в 64-м году был вели дефицит квадратных метров. И даже вот у нас в школе учились мои одноклассники. Вы знаете, давали, например, семья из трех человек. И селили в квартиру двушку, но давали им всего лишь одну комнату большую. А во вторую вообще селили какую-то бабку. Один, видимо, дом ломали у нее и все. И вот это представить сейчас маленький Хрущевыч. Где-то это чужие люди на одной ухне. Ладно, там огромная, где можно было по коридорам длинным расползтись. И не сталкиваться. Да, в Хрущевках-то и очень много называлось с подселением жили. Ну... Конечно, вот такого... Тебя таким образом решали, да? Понимаете, вот сейчас ремонт такого не было. Вообще практически дефицит был их-то нормальных строй, материалов для ремонта. Поэтому... В 50-е и 80-е были дефициты, я помню. Просто было... Я недавно говорил, это сейчас вот одно мучение. Ездишь неделю по Ирову от базовой до старого моста и смотришь эти обои. А в СССР пришел в какой-нибудь магазин строительный. Выбросили тебе. Вот стоял очередь. Вывалили. Взял что есть. Выбросили, напоминаю, в смысле выложили в продажу. В 64-м году и обои-то это было явление такое... Вообще, как туалетная бумага, наверное, недоступная. Поэтому во всех этих свежеполученных хрущевках еще белили стены. Выкрашенные, выкрашенные, выделенные стены. В лучшем случае добавляли молоко, чтобы это не мазалось, потому что ничего не было. А то и так беленые вот вешали, вры под этими. Не было химии какой-то. Поэтому из деревянных домов, из полуподвалов, ну, с юзми... Но, пардон, это правда жизни, не могу без этого. Это будет неправдиво. Сказать, что завозили лопов и таранов. Вот особенно, когда тенденция была вешать в риту, вот под ними лопыты и жирные красные лопы плодились. Это было довольно такое распространенное явление. А потом ночью они выползали и впивались в разрубитанные не очень тела ировчан. А химии не было, чтобы убить какую-то аэрозольку. Классическое средство ДУСТ. И побрызгать, да, какой-то ДУСТ или вообще был такой способ, что и петком ходил человек, и по периметру квартиры, по плинтусам там... А, ну, хороший средство еще было, насколько я помню, в советское время, вымораживать это все дело. Они же отрицать выморозить. Не, но эти же ковры и одежду на мороз. Но все равно, все равно процесс, конечно, затормозился ввода жилья в начале 60-х. Это было мощнее, когда строился Атябрьский проспект. Сейчас эти районы, вот, видимо, там что-то сносили и все. И с другой стороны, начали все-таки и уже в 64-м ливидировать этельные, которые портили весь вид города. Это которые на дровах? Создавали, да, это во дворах, вот прямо в подвале была... Не, на дровах я имею в виду, которые... На угле. А, на угле. Там в том-то и дело, что этот уголь выносили шлак, его вываливали прямо у подъезда. Вы, например, живете, дом 4 подъезда, а у одного вот этельная, и у вас подъезд чистый, такой относительно. Все, а там-то и огурь шлак, а не повезло. И белье невозможно. В 64-м стали ливидировать этельные. Ну, видимо, начали переводить отопление жилых домов с пара на воду от ЭЦ-4. Закрыли 15 отелей. И закончили теплофиацию, поселок Лепсе. Вот. Ну, конечно, город за термским проспектом уже был такой довольно условный. Там уже были слободы, и микрорайоны назывались не микрорайоны, а поселок Сильмаша, поселок хлебозавода, поселок ОЦМ, поселок ОТС-4. И поэтому вот сейчас уже привычный такой почти центр города – это парк у Дворца Пионеров. Вроде он врос в город, а тогда это была Райна, но вот именно в 64-м году он стал парком. Другом были деревянные дома, еще улица Попова была в зародыше, а вот открыли парк. И, конечно, уже была там и лыжная трасса, и, ну, наверное, автобусами можно было доехать. Вот, хотя зимой носились на лыжах и возле будущего пруда, и будущего цирка. Вот там был овраг, где протекал ручей, и вот этот рели-парк. Самое интересное, что… Деревня Соловьевская, да? Да, это Соловьевский был. А вот ни за что не догадаетесь, назывался парк Дворца Пионеров. Первое название официальное его. Вот, да, не догадаюсь сейчас. Вот кто из радиослушателей помнит, а я напомню, что назывался он Погудинский. А, Погудинский. Название получил от деревни Погудины, которая раньше была на этой территории. Ну, там деревни сохранялись. Вот и только в 68-м году парку было присвоено современное название. Какое современное название? Да, у него нет сейчас. Вот же парк Дворца Пионеров. Парк у Дворца Пионеров. Где у Дворца Пионеров? А Дворец Пионеров начали строить в 70-м году только. Да, да. Вот, честно говоря, вот… Как-то запутали. Запутали. В детстве меня не носило в тот район, и очень интересно было бы посмотреть на этот парк. Он без Дворца Пионеров выглядел. Ну, еще такое радостное событие. Больше, более 20 гектаров, между прочим, до площади. Да. Да, у нас буквально полминуты. Радостное событие для нашего города в 64-м году для Ироспедагогического института, который входит сейчас в состав ВИАДГУ. КГПИ. Да, был построен бассейн. В 64-м бассейн пользовался популярностью. На коммунистической? На коммунистической? Да, да, да. На коммунистической, ныне улица Аброга, да. Да, там рынок ликвидировали, переносили, и поэтому бассейн, пединститут, а он и сейчас работает. Да, да. Ну, и, конечно, тут, видимо, хоть и волюнтаризм, застой не начался, люди трудились, планы перевыполнялись. Например, актив Ржавин на обувного комбината имени Ленина в 64-м году дало около 50 тысяч пар обуви сверх плана. Вот посмотреть бы на эту обувь, я надеюсь, что это не армейские сапоги. Ну, а вот я не исключаю, что это именно оборонзаказ. Ну, конечно, были и местные проблемы. Например, ТИФТС-4 жаловался, что с наступлением морозов нет размораживающего оборудования для вагонов, которые обещали сделать только через два года. Поэтому вагоны для погруз и торф подаются с большими переменами. Но никто не мог допустить, чтобы город замерз, но тем не менее отельные выходили. Ну, и, конечно, были и новогодние фильмы всегда смотрели. Телевизор уже вошел в обиход, хотя была всего одна программа. И самые легендарные фильмы с 64-го года. Это «Морозка». Конечно, кстати, была немая. Это черно-белая немой ино «Морозка», по-моему, 28-го года. Вот, а это гениально. Это, наверное, гениальная сказка. Не делали «Морозка», вот шел он в смене. Еще одно гениальное ино 64-го года. Это сказка о потерянном времени. Это мультфильм «Шайбу-Шайбу». Это очень хорошее военное ино «Жаворона». Там Т-34 угнали военно-пленные, ездили по Германии. Вот, я думаю, нынешнее ино Т-34. Вот сопоставьте с «Жаворона» 64-го года. И вот то, что сейчас выходит на рам Т-34, вы почувствуете разницу. «Жаворона» — это гениальное ино. И мое любимое ино — это мальчиш и бальчиш с обаятельнейшим плохишом. С которым всегда я находил что-то общее. Спасибо. На этом мы завершаем сегодняшнюю программу, сделанную в Вятке. В следующем году мы в школу пойдем 65-го. Да, в новом году мы продолжим рассказывать. Еще раз напоминаю, что весь архив передачи есть на нашем канале в YouTube, на сайтах «Кирова.ру». Слушайте, переслушивайте. Еще раз, с наступающим Новым годом говорят, что в жизни заканчивается все, кроме воспоминаний. Вы попробуйте еще раз зайти одноклассник, в фото-видео архив, там все гор ледяные на площади. Вы просто погрузитесь в этот чудесный мир воспоминаний. Это все было в том числе и в 64-м году. Спасибо, Евгения Питонина, руководитель музея Вятского госуниверситета. До свидания. Сделано в Ветке. Субтитры создавал DimaTorzok